МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие друзья! 19.15 в Якутске. Вечер пятницы, 9 декабря. Арена событий в прямом эфире предлагает вам встречу с гостем. Сегодня достаточно серьезный разговор предстоит нам, потому что гость – генеральный директор открытого акционерного общества, республиканский специализированный регистратор, якутский фондовый центр. Альбина Черепанова, Альбина Прокопьевна, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Добрый вечер. Спасибо. Говорить будем о вашей, собственно говоря, организации, о фонде. И в этом разрезе будем говорить о судьбе, если так можно сказать, высоким слогом, о судьбе 10-процентного пакета акций «Алроса Нюрба». Ну, как бы вот в этом разрезе поговорить. Давайте сначала о том, что такое якутский фондовый центр, который вы возглавляете, чем занимается эта структура, когда была создана, ну, вот такие общие сведения. Расскажу о якутском фондовом центре. Да, я представляю эту организацию, это общество акционерное, уже 23 года. Мы созданы в 1993 году, довольно-таки, это структура необычная для фондового рынка. Мы ведем учет акционерных обществ, учет акционеров. На сегодня мы обслуживаем 430 обществ, эмитентов. У нас есть филиалы и в Бурятии, и в Хакасии, и в Алтайском крае. Ну, еще тут там много субъектов федерации, да, больше половины. Ну, нет, конечно, меньше. Меньше? И обслуживаем наши основные крупные и не очень крупные акционерные общества в республике. И вот в нашей деятельности мы сталкиваемся с разными событиями корпоративными у эмитентов. Это и собрания, мы дивиденды выплачиваем, в том числе Алроса Нью-Рба, дивиденды выплачиваем от имени эмитента. Поэтому круг наших обязанностей очень большой. За 23 года мы прошли от первых дней приватизации до сегодняшнего высокого уровня. В целом развитие нашей республики и страны. Ведь мы много прошли вместе с нашими акционерами, вместе с нашими эмитентами. Поэтому опыт накопился. Рейтинговое агентство РАЭКС подтвердило рейтинг кредитоспособности, долгосрочной кредитоспособности компании Якутский фондовый центр на уровне А, высокий уровень кредитоспособности. Прогноз по рейтингу стабильный. Я знаю просто, что очень много учитывалось позиций, что ли, при формировании этого рейтинга. Ну вот, значит, положительное влияние на рейтинг оказали отсутствие долговой нагрузки, широкие возможности для залогового финансирования, низкий уровень валютных рисков, ну и так далее. А опыт, собственно говоря, вот этот вот, 23-летний, он учитывается при составлении рейтинга? Или это показатель такой? Вот я даже не знаю, учиться с ней. Дело в том, что, конечно, мы не банк. Мы не банк, мы не проводим финансирование, допустим, других подприятий. Но мы очень подвержены регулированию очень серьезного центрального банка, как любые банки, как любые другие финансовые компании. Поэтому требования высокие, это действительно так. Вот в стране всего 35 регистраторов. Для огромной страны это очень малое количество. Это мало считаете? 35. Ну, по счете, банков сколько у нас? Сколько сотен банков? Много. Да, и всего лишь 35 регистраторов. Их сейчас все сонируют, кстати говоря. Да, и, конечно, вот мы и ФЦ являемся единственным на Дальнем Востоке. Мы единственные, которые работают по такому виду деятельности. И, конечно же, требования к размеру устава капитала, профессиональным возможностям нашего коллектива и так далее. В том числе по наличию задолженности, то есть именно ее отсутствия и так далее. Кто является вашим крупнейшим учредителем, бенефициаром, если можно так сказать? Мы очень тесно работаем с компанией «Алроса». Действительно, да. И крупный пакет у нас имеют наши банки. Это «Алмафреминг» и «Эргенбанк», компания «Рик», «Стер» и, конечно, наше «Мизу». Государство, Министерство имущественных и земельных отношений. Давайте немножко, ну мы так заявляли, «Алроса-Нюрба», «Алроса-Нюрба», давайте все-таки скажем, значит, несколько слов об этом эмитенте. Этот эмитент, думаю, это компания новая. Всего ей там неполных 20 лет, как существует у нас в республике. И акционеры, два крупных, это сама компания «Алроса» и республика в лице «Мизу». «Мизу» имеет там 10%. Эта информация открыта, она везде опубликована. И раскрыта информация самого эмитента, эти данные все есть. Если говорить о самом эмитенте, уставный капитал, вот тогда сформированный, в 2007 году, это, нет, в 1997 году, это был размер порядка 20 миллионов. Ну, 20 миллионов, да. И сегодня, вот если посмотреть данные биржи, то там происходит уже изменение этого капитала. Потому что тот минимально требуемый, минимальный размер. Стоимость номинальной акции, одной акции, 25 рублей. Вот если посмотреть данные биржи, даже я с собой прихватила эти данные биржи. А вот точно интересно, кстати говоря, да. Да. То, значит, здесь показано движение, как изменялась стоимость котировки данных акций. В течение какого-то времени. Да, в течение времени. Ну, а общий тренд, конечно, положительный. Положительный. Ну, действительно, кривая такая, вверх идет. Да, кривая вверх, буквально. Хотя вот если смотреть за три месяца, оно, скажем, пассивно-соидное, да? Да, да. Но и вот эти, а это же ПАО, ПАО, Публичное акционерное общество. И акции имеют котировку на московской бирже. И вот, судя по последним данным, вот бывали вчера данные были, что стоимость одной акции составляет 196 тысяч 500 рублей. Это вчера? Это вчера. 25-рублевая акция имеет стоимость курсовую, биржевую. Сегодня, вот перед выходом буквально с работы к вам идти, я думаю, ну, еще загляну на торги биржевые. И меня просто удивило. За вот эти полтора дня буквально, да, стоимость составляет 205 тысяч 500 рублей. То есть... Важно-то очень обратить внимание, больше 4,5 процентов. Это колоссальный прыжок какой-то, да? Колоссальный скачок. Ну, как говорят биржги, очень большая волатильность. То есть колебания и акции очень высокие. О чем это говорит? На самом деле это не очень верный показатель. Доверять ему в полной степени, может быть, даже и не стоит. Конечно, вот слух радует, да, вот почитаем здесь, да? Рыночная капитализация самого имитента составляет 157 миллиардов рублей. Вот прямо душе приятно. Но я думаю, что это может быть в какой-то степени незавышенная оценка. Потому что все-таки объем акций на бирже, он небольшой по объему. Небольшой. И он не вполне отражает реальную общую организацию. Положение дел, да? Да, этого. Может быть, там есть понятие независимая оценка, она будет более верная. Поэтому опираться на эти данные, конечно, стоит, но абсолютно верить им не стоит. Я думаю, что не имеет смысла. Нужна реальная, объективная, независимая оценка. Потому что все-таки объем акций, которые на бирже сегодня находятся, он по размеру небольшой. Поэтому вот такие большие значения, волатильность рынка, она вот в этих цифрах и отражается. Вот странно тоже, да. Мы же знаем, да, что компания «Алрус и Нюрба» реальной добычей не занимается. Вся ее рыночная ценность в настоящий момент заключается в принадлежащих ей лицензиях на месторождение. Это из комментариев одного из парламентариев наших. Ну, так оно и есть действительно. Там все-таки лицензии стоят многого. Конечно, два крупных акционера. «Алрус» акционерная компания и наше именномущество. И я думаю, что в отношении управления данным обществом есть какая-то согласованность действий. Конечно, можно принимать различные решения. Но все-таки я думаю, что есть разумные управленческие решения, которые позволят данному обществу дальше развиваться. Мы сейчас обязательно к этому подойдем. Альбина Прокопьевна, процитирую министра имущественных и земельных отношений Республики Саха-Якутия Евгению Григорьеву. Мы говорим о необходимости подобного гарантийного залогового фонда. Пока у нас такого инструмента еще нет. И в залог мы предоставляем имущество из казны в рамках установленных законодательством. Поэтому создание какого-либо юридического лица или использование тех институтов развития, которые у нас есть, это одна из задач инвестиционной политики. Практика создания подобных фондов есть и в других регионах, например, в Татарстане и Московской области. Речь идет о чем? О том, что, собственно говоря, 10% акций было предложено помещать в залог, использовать как залоговый инструмент. Кто-то против этого. И сейчас три пути. Вообще ничего с этими акциями не делать. Использовать их как залоговый инструмент и приватизировать просто все, вот эти 10% и продать. Вот здесь несколько позиций. Вот самая первая позиция. Институты, значит, слово там было сказано в словах Евгении Васильевны, да? Вот у нас в республике есть такие институты. Первое, вот я их прямо назову, об этом мы уже давно говорим. Вот мы же сейчас обслуживаем стратегию развития нашей республики. Да, да. На перспективу, далекую, да? У нас есть свой хороший банк, Алма-Аргенбанк, первое. Есть у нас страховая компания собственная, Стерх. Есть у нас компания инвестиционная, РИК. И вот мы, Якутский фондовый центр. Это вообще основы, это столбы для того, чтобы вообще создать вот такой пул финансовый. Ведь не все субъекты обладают такими возможностями. Есть такая же фраза, многие субъекты как филиалы Москвы стали, потому что там нет структур собственных. Ну хорошо. Поэтому, вот это для того, чтобы привлечь инвестиции, нужна инфраструктура фондового рынка, финансового рынка. Она вот фактически базовая есть. И вот этот гарантийный фонд, он тоже вот вписывается в эту стратегию, в эти инвестиции. Вот уже опыт такой есть, создание фондов гарантийных. Их называют фонды. Но он больше всего для субъектов малого, среднего партнерства. Да. Но это совсем другое. Нет, это совсем другое, естественно. Но нужно шаги дальше делать, вперед смотреть. Я понимаю, может быть, опасения наших парламентариев, да? Потому что уже опыт в стране тоже был, он был негативным. Когда в 1995 году были залоговые аукционы. Вот так и в первой олигархии у нас в стране. Опыт не самый лучший, но прошло уже 20 лет с тех пор. Больше, чем 20 лет. Я думаю, что наверняка мы уже научились управлять собственными активами. А у вас не рыба, это хороший актив. И когда он лежит там кирпичом в шкафу, он, ну да, дивиденды хорошие. Я вот, опять же, вот на эти державы с водкой. Вы считаете, что если ничего сейчас не делать, то это называется кирпич в шкафу? Да. Это я так называю, кирпич в шкафу. Хорошо, значит, у нас остается минута буквально. И мы должны вот сейчас какие-то, ну, рекомендации вот наши с вами. Может, мы сейчас к чему-то с вами придем. Мы проговаривали, на самом деле, до программы. Вы знаете, у меня просто одна простая рекомендация. У нас, конечно, есть министерство, есть парламентарии. И нужен такой экспертный совет из профессионалов. Пусть это там банки подключаются, пусть правоучастники фондового рынка. Для того, чтобы разработать всю идеологию. Как должен работать этот гарантийный фонд? Какую стратегию выбрать и, значит, что за этой стратегией, какая идеология должна ставить? От устава до мероприятий, которые позволят большому бизнесу гарантироваться этим фондом. А я тоже против, кстати, общественных обсуждений. Потому что даже после вот этих вот аукционов мы не стали больше понимать, я имею в виду, на обывательском уровне. Собственно, Артем Павлович, все, наше время истекло. С вами была Арена Событий. Всего вам доброго. До свидания.